Доброе утро, дорогие товарищи. Ну что ж, мы начинаем больше работать. Значит, закончилось пятое полугодие, мы двигаемся вперед. Не всегда такими темпами, как нам хотелось бы, но как-то двигаемся, что-то делается. Жизнь еще больше нас подгоняет, поэтому мы должны корректировать наши действия и выбирать правильную линию и не допускать, что мы делаем неверные шаги, потому что чем дальше, тем больше цена каждого неверного шага. Вот, будет двигаться в старых и новых направлениях. Сейчас там есть новая информация. Ну и смотрите, первое, что я хотел бы отметить, у нас в длинном листе коллабораторов, который не полный, еще здесь можно многое написать. Пришли снова имена. Брунна Мафейман, Манчестер Университи, Эрне Эль Трапе, Майнер Университи и так далее. Но это связано с тем, что мы сейчас попадаем в европейскую активность и имеем реальный шанс там развиться. Вот, ну что же, давайте вспомним, какая наша основная задача. Основная задача – это создание лаборатории проведения научных исследований на современном мировом уровне в области коррогенной, наноэлектронной. Вот, и сейчас, в связи с тем, что у нас скоро первый год кончается, потом начнется у нас второй год уже с другим финансированием, который мы сами должны добывать, все-таки стоит вопрос о нашей стратегии. Вот как нам двигаться и куда нам двигаться. Ну, задача у нас была поставлена – проведение научных исследований на международном уровне. Задача хорошая, правильная. И, к счастью, она полностью совпадает с тем, что и, ну, непосредственно по желанию, ну и моей, надеюсь, лаборатории, задача благородная. То есть выходить на нужный уровень научных исследований. Эта вещь правильная, и, может быть, я тоже был выбран правильным для этой цели, потому что я ничего другого делать не умею. Вот, и с чем-то другое, вот эти уже классные люди, другие люди по-другому строят нашу деятельность. Вот. Но с другой стороны, вот смотрите, сейчас у нас будет задача дальше искать финансирование, находить разные проекты, подряды и так далее. Вот. И нам здесь важно все-таки не растерять наше лицо, которое, ну, куда ведет, у нас как-то создается. Вот. То есть мы все-таки двигаемся к уровню научных исследований, мы все-таки развиваемся. И есть опасность такая, что с целью получения какой-то поддержки, каких-то денег надо с чем браться за любые работы, выполнять все что угодно. Но часто это будет низкий уровень. Совсем не то, что планировалось у нас по задачам и министерствам и нашим собственным. Поэтому давайте вот освежать цели, к которым мы идем и как мы будем двигаться. Я хотел сказать, что все-таки наша основная карьера должна оставаться прежде. То есть любые работы, за которые мы будем браться, которые мы ведем, ну, в первую очередь, наши основные, что у нас объявлено названием нашего проекта и даже дополнительное, все-таки нужно стараться выполнять на международном уровне. Тогда мы будем развиваться и сохранить свое лицо. Если мы начнем работать как подряд или вместе, какие-то яркие работы выполняем, боюсь, что мы там тогда до какой-то другой уровень опустимся, а тут уже выхода, может быть, не будет вверх. Вот. Поэтому я предлагаю двигаться в этом направлении, обсуждать возможности, и, к счастью, они появляются. Значит, программа моего выступления сегодня, как обычно, актуальная задача в радиоэстрономии, для которой мы работаем. Два встроенные года проекта. Что делать? Знаете, известный русский вопрос. Что делать? Подойти. Вот. Дальше проколд электромбаллометр. Тяжелое соревнование за международное признание. Там, с точки зрения международного признания, ничего легко не бывает. Особенно, когда есть сильное давление американцев, то это просто вдвойне. Новые возможности, которые открываются через ИСО, европейское космическое агентство. Источники финансирования. Ну, некоторые, по крайней мере, я обозрею. Которые могут стать реальностью хотя-то раздругими сцежениями. Ну, наша деятельность, наших новых проектов, особенно валимба, который независимо появился, миллиметром и заключением. Значит, ну вот схема нашего эксперимента, она показана, остается той же. От полгода в полгода она не меняется. Тем более, что масштаб этой схемы 13,7 миллиардов лет. Значит, мы должны наблюдать это исключение, мы должны наблюдать это чувствительно. Астрономы, они всеядные, они хотят еще больше увеличить чувствительность, разрешение по углу, смотреть на панализацию и так далее. И, в принципе, мы это делать можем. Ну, социальные возможности нашего баллометра, они, в общем-то, многократно уже исследованы. На эксперименте что-то проверено. Чувствительность доказана. По крайней мере, чувствительность всяких наводков, нагрузок, и, в прочем, тоже принимать эксперимента хорошо. Вот, ну, видно, что прибор живой и нефтоработающий. И важно правильно нам с ним отходиться. Ну вот, ну вот здесь, значит, насколько наша тема пристирана в международном сообществе. Здесь показано несколько прорывов года, показано несколько нобелевских премий. Вот, ну, интересно, что здесь одна из них 2006 года, упущенная нашими коллегами. Вот, сейчас Джордж Смут получил мегаграмм с университета в Московском, ушел в более высокие энергии, в эти взрывы суперновых, там, где Нобелевскую премию дали, правда, уже не ему, а другим людям. Да, ускорение Вселенной. Ну, все это спектры актуальных задач, видите, даже за признание факта, что Вселенная ускоряется уже, но уже с первыми. А представьте, что будет, если мы объясним этот факт и найдем объяснение этим магическим темным силам, темной энергией, и поймем, почему Вселенная вдруг ускоряется, хотя мы знаем, как революционная сила, которая является протяжением, какой-то взрыв и престиж. Ну вот, смотрите, на будущее есть указы некоторые проекты, к которым фактически мы имеем отношение какое-то, где может быть прорыв, еще очень много других американских. Но я просто сейчас добавил еще европейский проект, который называется ХО, считается Корием. К тому, кстати, это будет основная европейская деятельность, и, наверное, нам нужно иметь в виду ориентироваться. То есть это деятельность, которая обычно объединяет много организаций, групп европейской деятельности, статегистов. Ну вот сейчас запустили не так давно Хершель и Бланк, но, соответственно, очень много лабораторий и организаций участвовало, и нас там не было. Вот сейчас девается новая деятельность, мы еще пока не там, я покажу масштаб этой деятельности, но есть шанс нам туда пробивать. Ну, я скажу, меня время от времени приглашали на какие-то заседания, совещания по проекту, но как приглашали, так и забывали. Единственная польза была в том, что в 2002 году в Риме после совещания Пауэлда Бернадо продавил свой кабинет, продавал, что GPL-гайва делать баллоны для нового гумеранга и невозможности в Риме. Вот это была конкретная побочная польза. Ну, смотрите, какое необъятное поле деятельности, если начинается новый проект. Это вот больше десятка каналов. В каждом канале от сотни до тысячи баллометров. Это вся система с баллометрами, с редаутом, с обработкой. Вот представьте, сколько там народу, организации, игру будет вовлечено в это дело. Казалось бы, могли бы поделиться, и дать другим концепциями место под солнцем, но там закон жесткий почти как, знаете, закон природы, когда эти олени дерутся. Победитель получает все. Пока вот такой закон. И, значит, та концепция, которая выигрывает, ну, пока, по крайней мере, так обычно бывало, она получает все, то есть для всех диапазонов она используется. Может быть, каким-то соображением может быть другая концепция, но все-таки вот тот, кто там основной победитель, он является поставщиком детекторов обычно для всех каналов. Вот, так что здесь попасть-то не очень легко, и, ну, это вот главная задача. Она международная, действительно, в смысле, что полностью европейская. Вот вы знаете, мы сейчас участвуем в Олимпо и Бумерангане, это тоже хорошо, но это национальный проект с очень скромным финансированием, которое выделяют местные агентства, неподдержанное ИСА, незаконулированное. Это, ну, локальная активность, которая тоже, конечно, прошла, но она как-то несравнимая, несоизмеримая с европейской активностью. Вот, где мы? Где мы с нашего плода электробаллонида? Ну, вот, значит, тестирование было такое, это спикап, японско-европейско-американский проект. Вы посмотрите, сколько организаций там участвует. Ну, вот, чтобы вы понимали, масштаб деятельности, какой-то проект начинается. И нам, там, нам, я имею в виду, в Европе, в Европейской космическом агентстве, выделен один инструмент, всего один. И то, какой ажиотаж, какая активность, и, действительно, люди работают очень хорошо. У нас сейчас была террористская конференция, где мы с числа от Федоровича были. Мы смотрели, как это все происходит, как развивается все это. Взаимное развитие на очень высоком уровне. там чувствительности 10 минус 19, такого порядка. Потому что там фоновая нагрузка очень маленькая. Это вот такая специфическая задача для семейного проекта. Вот. То есть там тоже, конечно, интересно быть. Но это все преддверие. Это еще не основной европейский проект. И то, там уже какая конкуренция, какое развитие. Вот здесь показан список кандидатов для этого проекта, из которых потом был выбран ТЕС. Но это не полный список. До этого был список из пяти баллов. И мы туда не важны. Включительно, что мы где-то упоминались. Иногда ты говоришь, ты можешь считать, что мы на шестом месте. Ну вот, отчет на шестое место, которое первое очень и очень далеко. То есть практически там, ну как бы, особо нет никаких шансов, что мы там не все выпьемся. Вот это было состояние на 2011 год, когда собиралась концерция для Пикин. Дальше декабрь 2013 года. И здесь интересно, произошло изменение расстановки сил. Там собрались ведущие радиоастрономические ученые в Париже обсуждать два проекта. КОН, европейский проект, и ИКСИА. Это американский проект. Оба проекты передовые, оба проекты концентрирующие все силы. И оба проекта пока не приняты соответствующими космическими агентствами. И вот смотрите, в конце подводили итог развития и, в частности, зрелость балометров. Вот этот уровень, насколько он готов, как поднялся в иерархии ИСА к использованию. И там, вот смотрите, уже наш СНИБЕ оказался на втором месте. Причем оба плюса. Чувствительность к космическим лучам и динамический диапазон большой. Особенно это первое. И ни у одного проекта больше нет таких баллов. Видите, плюсы и минусы. Или где-то, ну это ничего не написано, это просто значит большой минус. Допустим, план просто чего началось. Смотрите, как эти гличи от космических лучей мешают смотреть. Это, вот мы смотрим, там шум, вот плохо, да, шум большой. Но вот этот уровень, если измерим шумом, это значительно больше. Их, правда, можно отфильтровывать. Но представьте себе, это же 100 секунд здесь. Сколько уже там отфильтровывать нужно. А это же идет часами, днями. Это там сотни пищеканалов. И со всеми этой процедурой проводить какая-то морока. Ну и, конечно, что-то теряется при этом. Вот. И вот мы оказались на почетном месте во многом благодаря тому, что наши итальянские коллеги очень заинтересовались нашей концепцией. И они стали проверять нечувствимость космического луча. Ну и практически это подтвердено сейчас в районе. И это очень сильно прозвучало на букшопах. Вот. Прозвучало. Еще даже и там было потом заключительное совещание. Наш воратор Марии Зерима по телефону. Он сейчас был по связи. Но она задавала опять дополнительные вопросы. И в итоге она как бы еще привлекла внимание к этому. То есть мы оказались уже более-менее в центре внимания. Но нас стали замечать. Уровень опробований у нас не такой высокий, как и в других концепциях. Это значит, уровень до какого опробований у нас были баллоны или скопы. Господи, ладно. Но зато у нас есть некоторое преимущество. Что нам дает некоторые шансы и повышает интерес. Вот. Ну, смотрите. Теперь есть и задача пробиваться на эту фокальную плоскость. Ну, в общем-то, я бы рисовал, какая нелегкая задача. Как тяжело туда добираться и как легко оттуда сорваться, если что-то не так делается и не так продемонстрировано. Ну, я люблю образные иллюстрации. Поэтому я подумал, что же лучше все иллюстрирует этот процесс забирания на эту плоскость. Ну, мне кажется, что вот эта картина, она хорошо иллюстрирует. Камень в Норвегии на горе Шарак застрял 20000 лет назад между скалами. Ну, вот. И туда забираться и зайти, в принципе, можно. Можно. Ну, за счет того, что за бортом 1020 метров до этого фьорда. И полет, конечно, будет очень и очень. Поэтому, если мы там забираемся, нужно быть очень осторожным и следить за тем, чтобы не сорваться. Надо двигаться вперед. Ну, а если беремся, там уже станет немножко легче. Вот, смотрите, уже будем осваивать эту плоскость. Там уже падает всего лишь 600 метров. И будем там, как бы, условно говоря, располагаться. Будем заполнять ее. Вот, смотрите, все колабораторы последуют. Видите, даже моя рема там добралась до этого места. И храбро встал его края. Вот. Стареть ничего, но все-таки 600 метров впечатляет. Знаете, никакой ограды нет, ничего. Все целиком на собственную безопасность, на собственное отношение к этому делу. Вот. История развития нашего Сиевилю Дектора. Значит, началась она в 1993 году с предложения американских коллег от электромаллогатор Сэрса Эндрей Ходден и Андреевскими контактами. Вот. Приехали, да, коллеги из Москвы, выставки. Был большой энтузиаст этой концепции, предложение начать заниматься этим. Мы были горды тем, что мы называли американскую концепцию. Но потом претенуло что-нибудь развивать свое. Первый был прорыв – это тоже ход электронного баллометра с емкостной связью через туннельные переходы вместо Андреевских контактов. И это защитило лучше. Но самое главное – это было, когда он совместил этот баллометр эти свойства с прямым электронным охлаждением обслуживания через туннельные переходы. Это современная концепция, которая до сих пор живет основная у нас. Вот. Ну, дальше вот был отбор на СПИКУ – японско-европейско-американскую миссию. Там мы фигурировали на шестом месте и дальше. Вот. Потом был визит Паула де Бернадеса в Нижний Новгород. И здесь впервые мы с ним заговорили о участвительности космических лучах. Вы знаете, мы знаем друг друга давно уже. Ну, как встречаемся редко, на конференциях где-то пересекаемся, иногда в спешке. Вот. И вот то, что здесь НГТУ внесло в класс определенный, но вот здесь как бы как кирпичик издательного, не выдержит никак. Вот это прошло именно здесь, в моем кабинете, где впервые Паула де Бернарды задал этот вопрос и пошел. После этого пошли. Возник интерес, пошли испытания. Дальше испытания Пренесвера дали мои результаты и началась новая фаза нашего развития. Вот. Значит, после этого, ну, вот премию Ван Гозера зал, лучший публикатор за годы, это авторический ОКСИИ. Дальше был парижский окшоп, где уже мы интерпретировались на втором месте, причем с плюсами. Вот. И, наконец, ИС объявила тендер на многочастотную цепочку детекторов, где мы при ее части, не совсем понимая, как мы будем действовать, но знаем, что мы что-то придумали. Действительно придумали. И потом, значит, было решение ИСа, что первые полгода мы представляем концепцию, а потом будут выбирать, кто будет делать демонстратор. Сейчас два конкурента, Чанас и Манчестер. И кто будет делать демонстратор, ну, кроме того, что получает дополнительные 50 тысяч евро, нас собрали немножко, дадим тому, кто будет делать. Это не самое главное. Главное – не ограниченные возможности для развития нашего общего. То есть вот этот прорыв тот самый, который будет на эту фокальную плоскость нового телестопа. Значит, вот этот тендер был объявлен. Мы собрали коллаборацию с пяти организаций, которые показывают здесь. Это новое поколение, соответственно, цепочек и их концепции связи с лучом. Ну, коротко говоря, это как раз является многочастотным системой. Значит, опять показываем эту фокальную плоскость после обсуждения договоров. Вначале хотели мы остановиться где-то здесь – 375-435 частоты. Но потом из обсуждения с коллабораторами и желания делать одинаковые системы, мы спустились почти до края. Мы сейчас будем совмещать 75 и 105 ГГц. На самом крае, где стали, какая-то, знаете, это же очень опасно, как я показал. Край, сорваться можно. Вот, это действительно 45 ГГц – трудная частота для квазиоптика. Да, но квазиоптика – всё большое и всё плохое. Значит, чем вызвана эта задача совмещения двух частот? Ну, вот плоскость раздулась – это страшная проблема оказалась. Амбиции привели к тому, что слишком много элементов. Их требовало всё совместить. И поэтому решение их совмещать, чтобы они меньше места занимали, чтобы не было аберрации, но даже и специальные соображения. Вы знаете, в радиоистономии всё связано на сравнении спектра разных частот. Сильная ежедович, эффект и так далее. Чтобы отфильтровать от пыли, нужно знать, это полезный эффект или нет. Поэтому обязательно измерение над разной частотой. Если эти две частоты совмещены в одном месте, это просто прекрасно додает одна источник и спирная система, которая хорошо работает. Итак, мы остановились на вот этих двух частотах, сейчас 75 и 105 ГГц. И конкуренция с Манчестером будет, кто продемонстрирует лучшую концепцию для демонстратора. Значит, мы нашу современную концепцию без горных, без антенн, а не концепцию с горными, возможно, с синтезидарной антенной. Ну, то есть это уже относительно старые проверенные и развитые, но не новые, как в поколении практически. Ну вот, то есть есть требования, чтобы на нескольких частотах детекторные системы оперировали. И вот хотят, если хочется, чтобы без горных, без микс, все было сделано, а просто на бокальных толстях. Но нам, которые мучаемся с линзами, такая удача очень приятная и понятная. Если можно избавиться от них, то хорошо. Мы это можем демонстрировать и показывать. Какая конкуренция будет между вот нашей фокальной плоскостью двухразмерных цепочек и системой с горными, какая там будет антенна и какие баллометры, еще не совсем понятно, но, по крайней мере, система с горными, которые Манчестер хорошо умеет делать. Итак, мы начинаем работать с нашим полдэлектром баллометром. Он показан здесь. Он состоит из трех частей. Антенна, которая концентрирует излучение. Потом туннельный переход в ярко-нормальный, мысляжевыводящий материал, через который проходит излучение через емкость. Излучение поглощается. И потом оно доносится. Самая горячая электронка доносится на руку. И на днем уже размеряется переходящая мощность. И одновременно происходит охлаждение этого полдэлектром. Ну и, соответственно, довольно динамический прибор, который с большим динамическим диапазоном за счет выноса мощности и хорошей чувствительности. Иначе какие у меня свойства? Высокая чувствительность из электронного охлаждения. Большой динамический диапазон, опять же из того же электронного охлаждения, мы вносим мощность. Как только можно и как можно скорить. Очень легко фабриковать в виде цепочек на планарной подложке. Вот сейчас для этих релих больших, конечно, хороших, полезных свойств. Ну дальше, новые свойства. Нечувствительность кастическим мучам. Как только римлян остановлена. И, наконец, вот последние резонансные свойства. Возможные полдэлектронные подложки. Да. Многочастотных цепочек. Вот это свойство может быть решающее в нашем развитии. Я вот предлагаю внимательно на него смотреть, анализировать, акумулировать и, в общем-то, со временем делать все, чтобы мы реализовали все как можно скорее, без запаздывания, что часто бывает, и прорвались в европейские сообщества. Примеры других систем, которые делают основные лекарства. Ну это, допустим, кросс-плот-антенна знакомая. Потом выводят полоском, заходит до некоторых вещей. Здесь разветвляют частоты, ставят разные фильтры, потом делают детекторы. То есть довольно громоздкая и сложная система. Но, опять-то, она работает с линзами. Это значит, что если особенно будем разные частоты совмещать, то линза, она имеет anti-reflection coating, оно не будет хорошо подходить до обеих частот или до многих частот. То есть там проблемы возникают. Ну и работа такие ведутся, в основном, в группе поля Ричардса. Вот другая вещь, что в рамокулярной части, сенсуальная антенна. Это почти то, что шелок периодически, как еще более широкополосный, ходящий для этих целей. Ну вот там из этих лепестков, плохо видно, но проходит микрополоскоп из центра. Он идет, идет, выходит и доносит сигнал до суток, где здесь стоят фильтры, разные фильтры и стоят баллометры. И вот, смотрите, здесь характерный размер такого фильтра, 350 микрон. Ну, соответственно, в сравнении с Ляндой. То есть все тоже громоздкое. Опять же, на чипе раздувается на большую площадь. И опять же, это расчет на работу посылителя. Ну и вот, как мы сейчас развивались с точки зрения проникновения в этот ИСовский термин, который был объявлен недавно. В сентябре 2019 года я узнал, довольно случайно узнал, что много тендеров. Ну, случайно, потому что я был подписчик из СМИ новостей. Но что-то так долго шло, когда-то куда-то туда попасть не очень удачно. В общем, как-то темы такие были, чтобы не очень даже было видно, где можно туда встрять и попасть. Ну, наконец, вот тендеры не объявили на эти многое частотки и системы. Я узнал. Через Павел Дебернавиц узнал, кто координаты от Манчейстера списался в СМИ. И получил ответ. Эх, жаль. Что вы вот так нам, вот так сказали. Вот буквально неделю назад мы предложили Кембриджу делать этот эффект. Ну, и здесь началось как бы условное соревнование с неравными начальными и исходными позициями методом Кембриджа и Чанцевым. Методом Стаффордом Висенком и Шведом с такой шведской фамилией. Ну, знаете, все факторы были, конечно, за Кембридж. Ну, это очень известная группа. Они везде входят во всех коллаборациях. Ну, вот известные, уважаемые пропесты. Я его хорошо знаю. Мы дружим даже. В какой-то момент мы чуть ли не начали там играть. Потому что совпало с их предыдущей концепцией STG. Вот. Ну, и он во все эти со-сайты входит. Везде он там вот так. Конвенок. Все. Единственное, что у него один только недостаток. Они растеряли свое лицо. У них было лицо. Был балон, который называется STG. Это почти то же, что с Ебимом. Он сравнивает. Только там все совмещено. Там нет отдельных туннельных переходов абсорбера. Там все в один переход удается. Как бы он и поглощает, он и выделяет. Но тем не менее, они большой прогресс делали в этом. Даже цепочки делали. Но потом, когда стали решать, что выбирать для Кловера, они все-таки поддались общему настроению, что вот американская концепция TIES, она более развитая, более праллельная. И они стали работать в том уровне. Ну, работают там, хорошо. Но как бы они несут ничего нового. Вот. И поэтому здесь, когда их стали приложать, там что-то были какие-то колебания. В общем, и с той и другой стороны. И Стахар сказал, по-моему, и эти думали. Но как-то уж трудно было отстроить. Сказали, если будут изменения, мне сообщают. И не сообщают, не сообщают, но остался гордость, чтобы не лезть. Если не заботы, значит не заботы, потому что, значит, придется по-другому уже. Вот. А потом я, неожиданно находясь в Тбилиси, узнал, что нам дали твелью Балдунзера, а это и Курлининг Деталл Зеркшн. И я живым, аппаратом Макчестия сообщить, что нам дали американскую премию. Потом мы заманим ее в Европу. Опять же. Пишлевые странные фамилии. Не знаю, но это произошло. Ну, вы знаете, влияние американского образа, оно всегда очень сильное в Европе топлив западное. Вот. Я сообщил коллегам из Манчестера, говорю, что собираюсь ехать там получать премию. Заодно там у нас коллаборация с Джонсом и Магдинусом, Питером Дэйл. Вот сильно там все свежим, естественно, в памяти. Говорю, как, кстати, у нас, с нашим участием в проект Европейского. Знаете, ответ пришел замедленный. Давайте обсудим по телефону или по телефону. В общем, у нас после этого включили. После этого мы появились в списке претендентов. То есть, ну, наши сломанные решения. Хорошо, когда выключаем и Кемрич, и Чанрус. А когда там будет решаться, кто будет делать демонстратор, то останется только один. Ну, хорошо, хоть так будет уже какую-то активность, а может даже имеем шансы оказаться победителем там. Потом был этот воркшоп в Париже. Я пробовал новую галометрическую систему, интерферметрение, о которой мы говорили, где нечувствительность сей и космическим лучам звучала очень хорошо. И вы знаете, потом, конечно, я не понял, как это произошло, но в проекте осталась замечательность. Я не был информирован. У меня были участки из строя. Честно, чист. Но куда-то тем же испарился. Ну, не стал. Просто мы стали фигурировать. Вот. Ну, потом мы стали думать, как подавать проект, готовить материалы и с большими друзьями. Мы ввязались в эту битву, не зная еще, как делать эти многочастотные системы. Мы также знали одно, что этот баллон у нас такой маленький, что куда угодно пишешь. И вот если что-то придумаем с электродинамикой, то, может быть, тогда будет все равно хорошо. Вот. Баллометр фишется. Но действительность произошла ожидания. Потом был изобретен резонансный полный электробаллометр, который оказался сам может давать эту селекцию. Сам. В себе. И причем очень компактно. Это вот был решающий проект. После этого подали пропозу с двумя демонстраторами из Манчестера и Чанглеса. Пока мы все-таки, они организовались сегодня в долгом году. Иначе как-то подавать даже в бомбе. И мы выиграли этот тендер. Мы выиграли тендер. И потом ИС объявила, что они хотят только один демонстратор, но если не может и сейчас выбрать, то условие игры такое. Полгода мы работаем вместе, и все представляют материалы, еще ничего не делают с экскремлением. Только оценки, только синюляции. И в апреле 2014 года будет решение, кто будет делать демонстратор. Или Манчестер, или Чанглес. За это, соответственно, получает тот, кто будет делать дополнительные 50 тысяч евро и неограниченные возможности для развития. Ну и, конечно, это будет, если мы там оказываемся, это будет эпохальный момент. Почему эпохальный? Потому что фактически вся Европа начнет работать на нас. Вот представьте себе, проект, пять организаций, демонстратор выбран. Это значит, все должны там или делать, или оценивать что-то, симулировать, стыковывать с телескопом, оценивать, как туда это пойдет. То есть работа в этой системе. И, конечно, все круги и шум будут вокруг. И в ИСе тоже. То есть везде все это будет, конечно, уже известно и принято во внимание. И есть шанс дальше все подтвердить и развиваться дальше вот с той самой фокальной плоскости, о которой я говорил. Вот. После этого начинается реальная кооперация с ИСом. И вот смотрите. Дальше можно смотреть, кто и как нас будет поддерживать в этом развитии. И можно помечтать. Значит, что было бы в оптимальном случае. Вот представьте себе, что все происходит в оптимальном случае. стоящие научные развития хорошо поддерживаются. И все происходит так, как должно происходить и в России тоже. Вот. И мы ищем активный участие в этой работе с ИСом, что уже очень хорошо. Мы ищем поддержки. Находим поддержки на уровне университета, министерства нашего, Роскосмоса, Моргельского. И дальше, если мы продолжаем так участвовать, то тогда вот, возвращаясь к болезненному вопросу миллиметрона. Я скажу так, по поводу миллиметрона сейчас, он примет к исполнению в России, но ИС никак не проявит желание его официально принять и участвовать. Пока ИСа не примет для такого решения, никакого шанса для участия европейских организаций на таком настоящем серьезном нет. Потому что они просто не могут нарушить. Они дают деньги в ИСа, оттуда получают добро. Там определенная структура. Только национальные средства. Это довольно мало и тяжело найти для такого участия. Это должно быть согласовано с ИСа. Вот. И сейчас пока ИСа очень косо на все это дело смотрит. Даже, может, я в конце могу иллюстрацию привести на этот миллиметрон. Или могу сейчас сказать. Сейчас вот для примера. Происходит совещание. Роскосмос решил пригласить Европейское космическое агентство национальное. Может, ИСа приглашал обсудить дальнейшее развитие миллиметров. Я все время с АКЦ контактил по этому поводу, наверное, даже портал. Давай там соглашение подключим. Мне ничего не сказать. Я вообще не могу. Вот. Я получаю сообщение из нашего космического агентства шведского. Кто интересуется проектом Испектор, пожалуйста, сообщайте. Не ссылок. Ничего. Никакой информации. Я не понял сразу, в чем дело. Потом отгадку получил. Получил отгадку я вчера. Значит, этот коллега, знакомый из космического агентства, с которым он с хорошими отношениями пишет, что да, я хотел поехать, но мне даже не прислали персонального приглашения, когда я просил. Вот мы и дали формальное приглашение персональное, мы знаем, может быть, что это такое. Для нас это компармист. Но если вы истите то же самое, ну за какой шанс развивать международный проект? Дальше больше. Я просто подумал, как же было выгодно это приглашение, почему никакой информации не последовало. Какой-то обгрызанный какой-то листок это приглашение по факсу пришел, где там трудно читаем уже и что-то переслали. Что это по факсу сейчас, в современное время, создать приглашение? Ну, всегда, как и Тэчпинс шлют информацию о конференции, которую выстраиваете о встрече, там есть ссылки на веб-страницы. Они же не эти, на Мерметрове они есть. Ничего этого не следовало из этого факста. Просто приглашают приехать, обсудить. Ну вот, и что, как должны реагировать космические агентства ИСА, когда вот получают такой уровень работы? Это как будто с времен Гагарина они проснулись, начали ссылать писем, только сказали, вот факс у нас в районе есть. Ну вот, то есть уровень совершенно не соответствующий ничему. А это космическое агентство, передовая технология. Чего после этого скажут коллабораторы? Они не так как-то косо посматривают все. Но главное, конечно, для них это не определенность. Почему я еще раз скажу, что условия сейчас значительно больше, чем спики. Там спик еще не принято. Там только идет борьба. Уже идет ажиотаж, уже идет работа, поддержка, все. Миллиметр уже принят. Вот все. Вот ракета будет, корабль будет, антенна развернется. Давай, ставьте только. И все коллегицы. Никто пока еще решительного слова не говорит. Ну вот, как раз наш коллега Виктор Делицкий, который сейчас здесь работает, тоже он выскал мнение. Пока ИСы не принят, я даже не хочу отвлекаться на нашем национальном агентстве, чтобы не пройти отношения. Ну так, хотя им принят. Вот, короче, это про то же мечтание. Если Роспост поддерживает эту деятельность, как должно быть, потом уже в ИСе мы вносим вклад явный, то и тогда может обратная реакция быть. Если поймешь, что с нами можно работать, и она начинает поддерживать и не присылаться миллиметроном, и официально его принимает. Ну тогда все и пойдет уже в соответствующий момент. А если где чем? Сколько человек? Есть. Так, ну вот, началось потом, соответственно, у нас раздумывание. Что же делать все-таки? Как резонансные свойства балометра использовать, и как их реализовать? Ну, первый идея, естественно, была. В нашем балометре, вы знаете, там есть емкость. В чугне сделать индуктивность такая, чтобы мы резонанс получили. Я попробовал наконец-то, сделал оценки. Можно сделать, но индуктивность будет такая длинная. Здесь 60 микрон, а даже и длиннее получается. Вместо одного-двух-трех микрон, которые у нас обычно используются для абсорбера. При этом страшно набирается и сопротивление, то есть доброта совсем не будет никакая, и объем. Вы знаете, что такое для нашего балометра объем. Это значит, что убьет все свойства электрон-фономное взаимодействие и шум сильно увеличится. То есть эта идея не сработала. Она оказалась так живой. Ну ладно, тогда я продолжил думать дальше. И вот пришла идея такая. Когда-то был этот балометр со сверхводящим абсорбером. Вот такой был со сверхводящим абсорбером. Балометр, где были нормальные ловушки, чтобы ловить. Но была эффективная система. Значит, что он принимал излучение, потому что энергия была х омега больше, чем дельта. Вот. И потом скатывались электроны сюда, и здесь они абсорбировались в этой части нормальной, и потом, как обычно, считывались туннельные переходы. Вот. Ну и, значит, один шаг оказался важнейший. Важнейший шаг оказался вот психологический. Когда ледя надела сделать, если абсорбер вот этот сверхводящим сильным, что он будет больше, чем H омега. И тогда мы будем здесь эту энергию не принимать. Вся энергия будет приниматься здесь в нормальном абсорбере. Вот. И это будет скатываться сюда, если что-то попадет. Вот. И главное, что эта сверхводящая полоска будет действовать как очень хорошая генетическая индуктивность. Вот. Ну вот, родился такой проект. Смотрите. Теперь. Все сосредоточено, вся индуктивность в трех микронах. Раньше было это 60-80 микрон. Компактная. Это та же компактная система, которую можно вставить куда угодно. И вот это вот и есть наше развитие, которое мы сейчас можем использовать как некоторая ручь и пробиваться в европейские круги. Ну вот. Как родилась эта идея? Где и как? Насчет как это сложнее, потому что это очень сложный творческий процесс. Вот. Где это можно сказать точно? Это Норвегия. Трисель. Это катание на лыжах. Подготовка гонки. Ваза Лопет 90 километров. Вот. И вот, когда забирается такой польерчик с этим перепадом высот, то мысли очень очищаются. Вы знаете, очень полезная вещь. Оказалось, Ваза Лопет сыграла хорошую роль. Потому что эта сумасшедшая подготовка, она очищала хорошо мозги и там эти деньги родилась. Так что рекомендую, если кто хочет участвовать новое время, принимать участие в этой знаменитой гонке Ваза Лопет. Кстати, скажу, что в этом году установили рекорд. На следующий год билеты на Ваза Лопет 15700 билетов были распроданы за 10 минут 48 секунд. Так что если кто захочет участвовать, заранее планирует это дело. Насчет этот баллометр. Смотрите, вот первый тест. Если мы вставляем в кросс-лот антенну. Вот частотная характеристика кросс-лот антенны. И если мы туда вставляем ретенантский баллометр, мы можем получать такую полосу. Это где-то 20-25%. Но будем делать и 15%, которые ИСА спрашивает. Это первое преимущество и первое использование как одиночный элемент. Дальше мы можем две антенны вставить. Вот смотрите, первая симуляция, которую я сделал. опять же CST с Сашей Соболевым. Вот две частоты, которые спрашиваются. 75-105 ГГц. И все внутри. Вообще не занимает никакого места. Ничего. Дальше мы можем использовать или ту же самую линзу. Или лучше array этих цепочек, как обычно. Ну и делаем все резонансные свойства. Ну вот тоже уже большая система. Туди array. Здесь просто мы можем по очереди в шахматном порядке делать 75-105 ГГц. Такое развитие пошло. Ну дальше насчет финансирования. Я упомянул, после Роскосмоса там шло Сколково. Сколково тоже интересный вариант, который можно рассмотреть. И мне удалось пригласить на наш бакшоп в первые дни вице-президента Сколтеха Михаила Миркова. Там мы устроили круглый столб. И всякие темы были представлены в поданных проектах, подаваемых или что планируем подавать, и что достаточно интенсивное обсуждение. В итоге он мне рекомендовал довольно много фамилий, с которыми стоит стремиться. И постепенно мы начали раскручивать круг и встречаться с людьми. Довольно подотворно. Значит, одна из идей, вот то, что рассказывал развитие в лаборатории, центр криогенной наноэлектроники. Преистория. Она началась, ну, может, из развития нашей лаборатории криогенной электроники, где наш золотой век был в 1998 год. Политбюро с Горбачевым вручили 10 миллионов золотых рублей на наше развитие на 4 года. Это был золотой век совершенно, который продолжался один год. Потом мы нам его перестроили, и все рухнуло. Дальше эта лаборатория в новой форме стала возрождаться. Видите, уже криогенной наноэлектроники. Вы знаете, знакомые лица, знаете место, где она организовалась. Ну вот она существует, развивается, какое-то время она финансируется. Она активна, потом непонятно как. И здесь, совершенно естественно, было бы дальнейшее превращение этой лаборатории в центр криогенной наноэлектроники. Вот мы уже прикидываем возможные фамилии, руководители. Ну как же нашего лидера это самое лучшее, которое вы имеете там. Я вас не веду переговоры и частично успешные. Ну не как видите, но как участник, но все это хорошо. И лист самых возможных участников, просто всех здесь, естественно, возможных. А дальше нужно выбирать, кто будет в этом участвовать. Ну вот, значит, идея создания застоков выше эрикогенной электроники. Центры эрикогенной наноэлектроники в Сколково. Или торговецового центра. Ну вот Сергей Жуков, директор космического центра, уже такое форидно сказал. Из осколков в Сколково. Это хорошо, когда директор кластера, спец, так шутит по нашему поводу, да. По крайней мере, уже полностью знали. Но больше всего мы сошлись с Вячеславом Туршевым, вице-директором этого космического кластера. И мы хотим организовать, как продолжение наших действий, митинг всех заинтересованных участников до третьего раунда в конце августа и начале сентября. Ну, соответственно, все приглашаются, кто интересуется этим вещами. Ну, дальше по космическим хитам, то есть ударам. Здесь можно сказать, что сейчас, вот я как раз вчера получил полную информацию, в общем, эта проблема сейчас дальше исследовалась, и полностью подтвердили иммунитет против иммунизационных частиц космических лучей. Там есть подробная информация у меня. Сейчас постер будет представлен для совместных RTD конференций. Вот, это можно тоже поставить. Вот, там всякие графики. Но основная причина, то, что у нас исключительно маленький объем абсорбера, остальные части, они действуют. То есть, по сравнению с, допустим, различным с сенсором, это три порядка по площади и два порядка по толщине. Поэтому, естественно, очень непонимальный как кросс-секшн и нечувствительности. Вот, Олимпа. В Олимпу мы работаем. Значит, наши коллеги проявляют энтузиазм. Анта повышены, когда подходят здесь к последних срок лета. Значит, мы должны заменить баллоны, сделанные французской группой Гриноблю, потому что сейчас наши оказались более привлекательными из-за нечувствительности космическим лучам. Ну, вот для этой нагрузки такая у нас цель ЭНЭПИ, фотонный шум. Вот. Ну и что? Мы сейчас некоторые шаги сделали. Мы рассчитали, допустим, это редкая цепочка РИА. Цепочка в четыре раза реже, чем 11 цепочка. В сравнении их свойствах. Вот оптический расчет здесь показан. И я здесь с удовольствием отмечу, что у нас сейчас серия была. Впервые вот эти вот редкие цепочки. Значит, взял инициативу считать Станислав Морганов. И он показал, как они нормально тоже могут работать. И смотря на то, что они такие плотные, нелянные полом, как эти. Вот. Это вызывало некоторую критику некоторых наших участников. Иногда довольно расточенно и неоправданно. Потому что, ну чего, уравнение Максвелла с сравнением Максвелла. Я думаю, у меня крайний эффект не реальный. Вот. Ну, пусть поправку дать. Но в целом, это все безусловно. Правильно будет работать. Вот. Тем не менее, для некоторых задач, мы сейчас все это дело тоже начали считать. В разных масштабах. Мы считаем все СТ с Соболем и Сумит Махашанта. Считает в HFSS подобные системы. Мы их сейчас делаем. Просто конкретно считаем. Здесь мы считали еще бесконечную цепочку. И получили прекрасную эффективность вот для такой редкой цепочки, где в 4 раза меньше малого. То есть полностью подтвердились результаты Станислава Мороге. Потом Сумит сделал то же самое для цепочки с ограниченным числом. 16 на 16 мы рассчитывали. И тоже получили такие же результаты. Там у меня в другом месте есть. Но показывает, что все работает и там можно подобрать для этих целей толщину подложки и эффективность. То есть это просто открывает путь к большим модернизациям наших систем. И вот это хорошо для всяких продвижений. Вот. Но даже здесь из этих результатов последний, я считаю, что самый знаменательный результат, самый интересный из испытаний, то, что мы наконец дошли до вопроса о фотонном шуме. Он был постоянно. На любой теоретической кривой встанавливаете фотонный шум. И, конечно, естественно было, чтобы мы сразу начали интересоваться и сравнивать нашему с фотонным шумом. Но почему-то понадобилось два с половиной года, чтобы до людей дошло. Да, это действительно нужно и важно. Вот. И, наконец, этот интерес стал проявляться в том, что стали анализировать и сравнивать. И вот здесь показана очень интригующая ситуация, когда фотонный шум подсирали шум баллонта, что является нашей целью. Ну, даже наоборот. Прибалять. Ну, потом, правда, пошли в дочтение. Оказалось, на самом деле, не совсем так. И фитовка была не совсем корректной. Она нефитника. Читова была немножко. Ну, в общем-то, отличаются результаты, если брать реальные, экспериментальные. Но, тем не менее, морковка появилась. И цель прояснилась. Я сейчас повторю, что если говорить про баллонта, совершенно бессмысленно говорить какие-то просто абстракции и нервы, ну, если так говорить в соответствии с нагрузкой, которая у него приходит, и с фотонным шумом. Ну, вот. Здесь показаны эти результаты. Конечно, причина того, что, да, все-таки, на самом деле, теоретическая оценка и экспериментальность отличаются на порядок почти. Ну, это значит, что фитовка просто была неправильной. Немного следа, что нужно вставать реальные экспериментальные параметры. То есть это с экспериментами должно совпадать. Вот. Ну, и одна причина. При таком заборе трудно ожидать что-нибудь хорошее. И есть много способов, как это устранять. И я думаю, что все-таки это основная причина всех наших мисхождений и проблем. И предлагаю ей дать особое внимание для нашего развития. Ну, если говорить, как бы, пессимисты, артемисты, что скажут? Пессимисты скажут, ну, вот, такое развитие. Различный все. Ну, что скажет Артемист? Ну, пессимист, ну, наконец-то добрались. Взять. Взять. И это уже хорошо. Это сразу ставит много вопросов. Сколько здесь скрылось всего, и вот даже не понимали. Да, да. Да, да, да. Ладно, тогда это мы проходим. Ну, последнее, я думаю, начали заниматься миллиметроном. Малыми силами пока. Распал Дебернардес, он делает оценки. Очень интересная система. Это у нас он спектрометр. Значит, предполагаются вот такие полосы, и столько баллометров. И вместо, вот, вместо Ворнар предлагается то, что называется Field Rail. Наша цепочка называется Field Rail. Посмотрите, бокальные полосы для всех четырех диапазонов. Мы выбрали один из них, вот этот диапазон, где-то в районе 300 гигагерц, средняя частота. И мы берем, и вот это предполагаем место для Ворна, по предложению Паула Дебернардеса, заполняем четырьмя цепочками. При этом мы даже лучше делаем разрешение всей системы. Вот, этот Field Rail улучшается. Ну вот, в такой системе мы начали делать оценки. То есть, показано, что мы можем достичь шума лучше, чем фотонный шум, с этим программом, для редкой цепочки. Реарей. Вот. Опять же, симуляции, которые тоже независимы сейчас проводят и суммят, для dense и реарей. И опять показывают они хорошую, очень эффективность. Причем это уже для ограниченной цепочки 16 на 16 баллонов. Вот. Но публикации. Публикации, то, какие есть в этом квартале, что-то есть. Но я уже отмечал, главная проблема, главные награды дизастрия. Они все по, то есть не первым, по 8 тем, по дополнительным темам, так скажем. А по основной теме, к сожалению, нет. Это вот самый болезненный фактор, который мы сильными силами должны устранять. Вот. Ну вот дальше мы идем к этим research, как обычно. Вот сейчас стало сильно проявлять, а наконец стали фотонный шум анализировать, что вот доводить до этого этапа, обязательно, до заключений. И заключение, почему не получилось, почему не увидели фотонный шум, возвращать обратно и авторам концепции, и технологам, которые они делали, ну, чтобы корректировать это правильное действие. Ну вот, заключение, как обычно, мы причисляем по балометрам. Все хорошие свойства баломет, но сейчас добавляют резонансные свойства. И дальше applications. Вот у нас новый вид применения. Это единственное антифриканс и focal frame array. Ну и наши остальные стандартные applications. Ну вот, ну, это я сейчас сконцентрировался на основной теме, в связи с такими необычными многообещающими ситуациями. Ну, в принципе, мы, как обычно, будем делаться по всем направлениям. Спасибо за внимание. Вопросы, коллеги, прошу. Есть ли вопросы? Нет вопросов? Ну, может быть, они появятся, потому что я дополню, как Владимир Сергеевич, сообщения о других активностях и планах. Ну, и тогда, может быть, еще какие-то варианты, которые мы вместе будем отвечать. Спасибо, Владимир Сергеевич. Давай видеться быстрее, когда это нужно. Спасибо. Спасибо.